Добрый день, уважаемые жюри и участники конференции. Меня зовут Осипова Валя, и я сегодня расскажу вам про свой доклад «Творческий проект. Наряд для прогулок с таксой». Одежда появилась в тот момент, когда люди осознали необходимость защиты собственного тела от внешних факторов, целесообразность обогрева и украшения в торжественный момент. Постепенно люди осознали, что в защите и украшении нуждаются не только люди, но и домашние животные. Я считаю, что мой проект актуален, так как одежда для прогулок для наших собак особенно нужна для наших климатических условий. Проблема. Использование макраме в отделке одежды будет смотреться очень стильно. Тема. Наряд для прогулок с таксой. Актуальность. Техника прямого плетения широко используется на фенечках, где разнообразные узоры, надписи, рисунки смотрятся креативно. И этот метод плетения хочется внести на одежде, чтобы подчеркнуть индивидуальность человека. Объект исследования. Одежда с отделкой из макраме прямого плетения. Цель проекта. Создать комплект одежды для себя и своей собаки для прогулок на свежем воздухе. Задача проекта. Собрать информацию об истории возникновения макраме. Собрать информацию об истории возникновения собачьей моды. Изучить узлы, используемые для плетения макраме. Придумать эскиз одежды для себя и таксы. Шить одежды. Сплести отделку одежды техникой прямого плетения. Гипотеза. Плетение макраме – это интересное, увлекательное и полезное занятие. Используя технику прямого плетения, можно создавать удивительные узоры. Макраме. Техника узелкового плетения. С ее помощью люди издавна обогащали свой интерьер и создавали прекрасные украшения и предметы гардероба. Развитию макраме очень помог парусный флот. Известно около 4000 морских узлов. Оказалось, для плетения макраме достаточно изучить схему косого плетения и прямого плетения. Такса. Самая старинная порода нурных собак, формирование которой началось в 16-м столетии на территории Южной Германии. Одежда для собак имела огромное значение еще в далеком прошлом. И началось все не с модных шелковых одежек, а с тяжелых мощных доспехов, которые наряжали боевых псов в 4-5 веке до нашей эры. Похожие ошейники использовали во время охоты. Вариант одежды для прогулок с собакой. Анализ существующего изделия. С какими проблемами сталкивается потребитель, желая приобрести одежду для прогулок с собакой? Высокая стоимость. В нашем селе нет специального магазина одежды для собак. Ограниченность ассортимента. Отступствие комплекта одежды для хозяйки и собаки. Ограниченное количество товара на рынке. Задача. Создать комплект одежды для себя и своей собаки для прогулок на свежем воздухе. Этот комплект должен быть необычным и оригинальным. Из этих трех вариантов мы решили выбрать третий. Комплект одежды с декоративным элементом из макраме. Общая себестоимость изделий. В расчет себестоимости изделий входит расчет стоимости материала, расчет оплаты труда, амортизационные отчисления. Итого общая себестоимость составляет 3025 рублей и 6 копеек. Вот комбинезон для моей собаки. Застегивается на липучках. Подкладка. И вот здесь находится декоративный элемент. Макраме. Прямого плетения. Вот в моей одежде тоже есть вот такой вот декоративный элемент. Спереди и сзади. В кармане тоже есть. Выполнив проект, я научилась плести макраме прямого плетения. Создала комплект одежды для прогулок со своей собакой, которая нуждается в теплой и красивой одежде. Таким образом, цели и задачи моего проекта выполнены. Плетение воспитывает аккуратность, настойчивость и усидчивость. Это полезный вид рукоделия, так как в магазинах не всегда можно найти то, что по душе, а иметь оригинальные стильные украшения и хорошо выглядеть хочется всегда. Спасибо за внимание.